Здравствуйте, Артур Халисович. Добрый день. Как получилось так, что вы решили связать свою жизнь с молодежью, а если быть точнее, с иностранной молодежью, студентами, которые обучаются в ВУЗе нашей Академии? Вообще моя трудовая деятельность началась с судебной системы. Я 12 лет проработал в судебной системе. Я, пользуясь случаем, хотел поблагодарить бывшего представителя Верховного суда Руслана Закриевича Семенова за все, что он делал, помогал. И нынешнего представителя, это Науру Забриковича Репшокова. Получилось так, что у меня вся семья, это, можно сказать, мама, это кандидат наук, она заведующая отделением. И как-то получилось, что я тоже решил связать свою судьбу, потому что я в конце своей деятельности судебной решил перейти. Уже столько времени отдал в институт медицинский. Изначально я преподавателем пошел в иностранных студентов, так как у меня есть обладатель, носитель английского языка. Я жил в Америке, нормально разговариваю. Я пошел работать с иностранными студентами, преподавать у них предмет основы российской государственности. Потом в течение трудовой деятельности я был назначен заместителем декана кафедры иностранных студентов, факультета иностранных студентов. И вот с января этого месяца я стал помощником ректора СКГА по работе со студентами, странными студентами. Вот так. Ну и как-то нравится мне, совмещая две работы. Основное место работы – это директор филиала Российской общественной знания. И по совместительству я помощник ректора. Мне с молодым поколением, со студентами как-то удается работать, находим общий язык, знаю по себе, что где хорошо, где плохо в их возрасте. И как-то получается, в общем. На сегодняшний день сколько студентов иностранных обучается в нашем ВУЗе? Из каких стран они приехали? У нас большинство иностранных студентов – это граждане Индии и Шри-Ланка. 475 человек сейчас находятся на территории республики. И еще будут приезжать студенты. Переводников много с Украины, с Крыма. Вот недавно буквально 50 человек переводников было. Кто на третий курс перешел, кто на вторые. Ну, еще у нас есть граждане Узбекистана, Таджикистана. Ну, в основном, гостяк – это у нас граждане Индии и Шри-Ланка. Насколько иностранным студентам комфортно находиться в нашей стране, в нашей академии? Чем они заняты? Как отдыхают? Есть ли у них друзья? По поводу первого вопроса, как им учатся здесь, как они приспосабливаются к нашему менталитету, к нашему быту. Я, собственно, для этого и нахожусь на этой должности, чтобы как-то облегчить им пребывание. Все вопросы, связанные с иностранными студентами, начиная от их социального быта, их вопросов с медицинским полюсом, со всеми вопросами. Я помогаю им как-то, ну, со всем, потому что есть какие-то трудности по-любому. Человек, приехавший из другого государства, находясь не у себя дома, им трудно. Я стараюсь облегчить им это. Язык они знают? Нет. Они хорошие носители английского языка, так что в плане русского у них, с первого курса у них есть у нас русские классы, где преподается русский язык, и уже к пятому, четвертому курсу довольно-таки неплохой русский, понимают, да. Начинают понимать, шестой курс, это уже, можно сказать, 50-40% русских слов в их словарном запасе. А как у них общение с нашими местными? Есть ли дружба, а может даже и браки? Все возможно. Насчет браков я не слышал, а в плане дружбы очень дружат, помогают. У нас как, есть же, в плане, слово корысть есть такое. Наверное, есть у российского студента корысть в изучении английского языка в плане, от прямого носителя языка. Это от граждан Индии. А в плане того, что дружба, конечно, есть. Вот у нас недавно я заходил, я рассказывал об этом, захожу в столовую, сидят, общаются, конечно, свои темы на различные. Наверное, только не об учебе, но о чем-то другом они разговаривают. Дружба, да, конечно, со всеми нациями. Это и Карачаевцы, Черкесы, Абазины, русские, все нации дружат с ними. А есть у них желание остаться у нас в республике или же в стране, или же они выезжают? Есть желание остаться. Остаются, я знаю, двоих, троих таких, кто остается, стараются найти работу по специальности, это уже врачом работать. А в основном, конечно же, наше образование, вы сами должны понимать, что наше российское образование всегда на уровне, тем более медицинское. В их стране они сразу находят работу, наш деканат с ними держит связь, узнают, кто устроился, где, как. То есть, ну, контролируются эти моменты. А вы сами, Артур Халисович, с чего вы начали свою деятельность на новой должности? Я не начал, а я продолжил. Я продолжил. У нас есть новое общежитие, где размещено 350 человек, иностранных студентов. Я помогал им. Я всегда рядом, всегда на связи. Даже можно сказать, что у каждого есть мой номер телефона. Вдруг что произойдет, если мне нужна какая-то помощь, они могут отзвониться сразу мне. И я помогаю во всех вопросах. Я не останавливался, можно сказать. А есть ли какие-то вопросы, которые требуют внимания? С их стороны? Да, с их стороны. Вопросы всегда есть. Всегда есть. Вот сейчас у нас переезд был с переводниками, кто с Украины приехал. Они находились. У нас два общежития. Но основное, это первое общежитие, которое по улице Октябрьская находится. Новое общежитие. Я помогал им с переездом. В плане того, что расселение, у нас там ремонт новый был сделан, у нас там поставлен на всех этажах, кухнях, печки. То есть расселением девушки там куда-то на втором этаже с новым ремонтом, там парни переезжали. Но в основном там девушки были. Вот они мне звонили, просили, можно еще. Там же заполняемость тоже, все хотят, конечно, заехать. Но стараемся как-то под вопросы, которые поступают, подстраиваться как-то под их. Насколько обустроено общежитие для них? Полностью обустроено общежитие. Это капитальный ремонт был произведен. А как вы считаете, для большей эффективности что нужно для этих студентов? Как в учебе, так и в общении? Для большей эффективности? Ну, Руслан Махарович создал сверх того, что можно создать для студента. Потому что я воочию наблюдаю это, то, что происходит. Ну, такого они даже не знают, они приезжают, они говорят, что таких. Я лично не только в учебном процессе с ними разговариваю. И так, между прочим, общаемся, они рассказывают, что таких условий не было. Они откуда не приезжали, это Харьков. Такого общежития не было, говорят, таких условий не было. В плане учебного момента у нас все преподаватели разговаривают на английском языке с хорошим языком. Это все дипломированные специалисты. То есть, ну, деканат такой, собранный, костяк хороший у нас. Для иностранных студентов у нас есть различные кружки, различные виды спорта, секции. Они участвуют, недавно они стали чемпионами по настольному теннису, по волейболу. То есть, граждане Индии стали чемпионами. Да, губки у директора медицинского института стоят в кабинете. Ну, то есть, им нравится, знаете, им нравится больше перенимать опыт российских студентов не в процессе учебы, а в процессе вот такого легкого общения. Те же спортивные игры намного же проще, да, когда вы не о чем-то таком серьезном разговариваете. А когда у вас такое непроизвольное общение, смеются, развлекаются, вот такие моменты. Больше привлекать их, наверное, что мы и делаем. Элла Николаевна Дормилова у нас, проектор по молодежной политике, политики, она делает всевозможные вот такие, привлекает и иностранных студентов. То есть, ну, создаются условия, можно сказать, для этого. Стандартный вопрос. Каковы планы на будущее? Лично у меня мои планы, я хочу защищать кандидатскую. Да, я собираюсь стать, даст Бог, кандидатом наук педагогических. Да, и как-то в дальнейшем уже, я не знаю, идти по карьерной лестнице, вверх и вверх, так сказать. А вы сейчас что-то преподаете? Да, основа российской государственности предмет для первых курсов, знаете, чтобы у них адаптация, чтобы они понимали, где они живут, какая-то страна, какие процессы происходят внутри страны. То есть, стараюсь, ну, чтобы они, знаете, понимание у них было. Ну, я, наверное, лояльный преподаватель, но мне нужно, чтобы было посещаемость, чтобы было присутствие, чтобы было принятие материала, который я даю. А так я, наверное, не то, что я, скажу, благословен к иностранным студентам, но я все-таки смотрю на их и поведение, и отношения к самому предмету и стараюсь как-то... А вы скажите, предмет вы свой на английском вещество? На английском языке, да, происходит на английском языке, конечно. Сложно? Да, потому что очень много таких слов, которые непостоянно бывали у меня в обиходе, в моем, ну, то есть специфические слова, и приходится, конечно, обращаться за помощью. Бумажным носителям, конечно, я тоже развиваюсь, а не просто, знаете, по старой памяти преподаю, нет. Обращаемся за помощью, смотрим, общаемся, задаю вопросы. У меня есть благосестра, которая на английском преподает, которая такая хорошая, носитель языка, к ней обращаюсь за помощью, то есть развиваюсь. Беседа получилась интересная. Желаю вам плодотворной работы и хороших результатов. Спасибо вам большое. Было очень приятно побеседовать. Спасибо. Спасибо.